всем привет сперва я хочу вас поздравить с новым годом пожелать вам всего наилучшего в этом году и давайте начнем обзор вот так вот выглядит мой монитор это 19 дюймовый samsung n943 я буду делать из него телевизор для ретро приставок но прежде чем сделать из него телик нам нужно узнать какая у него матрица это важно модель матрицы очень много в интернете не стал смотреть так как лучше 100 процентов знать чем 10 раз догадываться расскажу чуть позже зачем нам это надо а теперь приступим к разборке монитора сначала мы открутим стойку у монитора дальше нам надо снять рамку большинство мониторов именно ее нужно снять первой защелки очень крепкие и нам понадобится отвертка чтобы их разомкнуть далее снимаем защитную крышку где подключены лампы от матрицы теперь нам нужно отсоединить провода от инвертора инвертор это устройство через с которой работают наши лампы нужно отсоединить шлиф от матрицы отсоединяем аккуратно здесь есть металлические защелки по бокам нажимаем и вытаскиваем отсоединяем шлейф от сенсорной панели 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 С правой стороны плата инвертор с блоком питания, а с левой стороны скальлер для передачи в ГА сигнал. Вот эту крышку я планирую использовать под плату скальлер. Просверлить и пропилить здесь отверстия, но так как здесь запаришься их делать, пропало желание. И сразу же передумал. Да и сама крышка слишком увеситая, поэтому она будет лишней. А что за плата скальлер я поясню чуть позже. Это сама матрица монитора. Тут наклейка с названием модели. Сейчас покажу поближе. Так как мы уже знаем модель матрицы, нам нужно зайти на сайт panellook.com. Далее нам нужно ввести в поиск название нашей матрицы. Это HDS190MAN3. Нажимаем поиск. Здесь у нас появилось много моделей. Выбираем нам нужную. Вот у нас фотография нашей 19-дюймовой матрицы. Самые главные параметры, которые сейчас надо запомнить, это разрешение 1280х1024. Дальше шлейф от нашей матрицы 30-ти пиновый, двухканальный 8-битный. Питание нашей матрицы 5-ти вольтовое. Какие у нас лампы стоят? Это CCFL, 4 штуки. Это лампы с холодным катодом, то есть газовые. В принципе все. Внизу мануалы, больше ничего нет. Итак, вот мы зашли на сайт Алиэкспресса. Здесь у нас в полный комплект платы скальдера. Блок питания есть, шлифы, инвертор. Как раз здесь есть 30-ти пинный, двухканальный 8-битный шлейф. Лампы. 4 штуки пишут, что нужно. Стоит около 2000 рублей. Краткое описание. Здесь еще написана модель платы, процессор, интерфейсы. Также здесь еще есть питание матрицы. Поддержка. Несколько матриц написано, но не все. Целый список. На сайт, к которому мы заходили, здесь панель look.com. То есть здесь как раз пишется, что проверьте матрицу свою. Поддерживаются этой платой такие разрешения. Ну и прочие здесь описания, которые не нужны нам. Также полный список комплекта. Ну, пожалуй, тут больше ничего нет. Что же мне пришло в итоге? Это сам скальдер. Инвертор для ламп, чтобы они подсвечивали матрицу. Панель кнопок для управления меню. Шлейф для матрицы. ИК-приемник. Пульт управления. Мини-колонки. Панелька под разъемы. Шлифы для подключения ИК-датчика инвертора. И сам блок питания на 12 Вольт 4 Ампера. А также китайцы положил вот такой вот небольшой подарок. Это ИК-приемник. И светодиодный USB-фонарик. Вот так вот он выглядит. Белого цвета. Есть даже вот здесь вот позолота. В принципе, прикольный такой. Мне понравился. Хочу рассказать об интерфейсах на этой плате. Слева направо черный вход. Это для блока питания. Синий VGA. HDMI. Дальше идут тюльпаны для AV-сигнала. Приставок как раз будет идти. PC-аудио вход. Наушники. USB-порт для прошивки нашей платы будет использоваться. И для медиа-центра. А также TV-вход для антенны. С обратной стороны здесь у нас все подписано как раз. РФ, USB, наушники, PC-аудио вход, AV-вход, HDMI, VGA и повар питания. Также написана модель нашей платы LI-MV56UA. Вот это у нас процессор TESUM V56RUZ1. Обратите внимание, здесь есть важная примычка у скайлера. Она должна стоять и замыкать два контакта. Сейчас примычка стоит на 5 вольт. Вот здесь. Это означает, что данный режим платы будет питать нашу матрицу на 5 вольт. Когда мы заходили на сайт panellook.com и смотрели параметры моей матрицы, я говорил про питание матрицы. Она у меня питается от 5 вольта. Если у вас матрица будет с параметром 12 вольт, то вам нужно будет переставить примычку на 12 вольт на самой плате. Вот здесь. А если у вас будет, допустим, пример, там ноутбучные матрицы или даже планшеты, то, скорее всего, там будет 3,3 вольта. Но не факт, надо знать точно параметры. Это очень важно. Если вы неправильно выставите питание с помощью этой примычки для вашей матрицы и подключите шлейф, то можете спалить свою матрицу и попрощаться с ней навсегда. Здесь разъем для инвертора. Разъем для подключения ИК датчика и панель кнопок. Вот этот разъем для подключения матрицы. Здесь есть ключ. Он в виде треугольника белого. Вот этот. Также у разъема шлейфа есть черный коннектор. Там тоже есть ключ. Он красного цвета. Точка там будет. Нужно, чтобы оба ключа совпадали вместе. Этот разъем нужен для подключения мини-колон. Инвертор. Чтобы подключить наши лампы, здесь слева и справа есть подключение для ламп. Четыре штуки всего. Слева по два и справа по два. В середине у нас белый разъем для подключения к скальдеру. Это у нас панель кнопок для управления меню скальдера. Есть слева S4 Power, то есть питание. Выключать, включать. Монитор. Меню. Прибавление и убавление звука. Переключение каналов. Переключение режима TV на AV-выходы. Он, в принципе, мне не нужен, так как я буду только пользоваться пультом, так что я его исключу из данной сборки. Плата с индикацией подсветки, то есть рабочий режим нашего скальдера, будет гореть при выключенном красном, при включенном зеленом. И также ИК-приемник для управления с пульта. Шлейф для подключения матрицы. Так выглядят мини-колонки. Пульт управления с клавишами на английском языке. Нам потребуется любая флешка для того, чтобы прошить сам скальдер. Эту флешку надо отформатировать в FAT32. Размеры кластера выбрать стандартный, быстрое форматирование, нажать начать. Окей. Любая флешка подойдет, любого размера. Сама прошивка весит немного. Дальше нам надо скачать прошивку. Переходим по ссылке. Ссылку я оставлю в описании. Это прошивка для чипа V56. Нажимаем скачать. Так как я скачал, она у меня есть, эта прошивка. Я сохранил на рабочий стол. Вот здесь вот она весит у меня около 500 мегабайт. Там много прошивок. Я уже скачал на рабочий стол эти прошивки. В архиве две папки. Для панели 5 кнопок и для панели 7 кнопок. Нам нужно для панели 7 кнопок K7. Здесь много будет прошивок. Для нашей матрицы нам нужно в поиск ввести наше разрешение матрицы. 1280 на 1024. Он нам быстро найдет прошивки. Ну вот в основном 4 прошивки. Здесь название модели, это не важно, главное разрешение. Дальше идет шлейф 8-битный и матрица через 5 вольт, которая питается, и 7 кнопок AG7KK. Дальше выбираем любую. Копируем прошивку на флешку. Весит она совсем немного, около 3 мегабайт. Извлекаем. Больше нам ничего не нужно. Прежде чем собрать полностью телевизор, нам для начала надо проверить все и прошить сам скайлер. Это у нас флешка с прошивкой. Сейчас мы будем подключать инвертор к лампам. Это у нас шлейф от матрицы. Белый разъем подключается к матрице, черный к скайлеру. Медными ножками вверх. Опять же проверяем, чтобы здесь перемычка стояла на нужном месте. Вот здесь вот на 5 вольт. Это у нас коннектор для шлейфа. Вот смотрите, здесь есть красный ключ. Такая точечка красная. А здесь вот белый ключ. И они должны совпадать. Вот красная точка. Панель кнопок. Тоже сейчас подключим. Теперь подключаем к КК-приемнику. Он один такой маленький разъем. И подсоединяем к разъему ER-K. Наши мини-колонки. Подключаем к разъему спикер. Красный шлейф для инвертора. Разъемы одинаковые с обеих сторон. Подключаем к инвертору один. А второй разъем тоже с надписью инвертор. Для самого пульта нужно покупать отдельно мизинчиковые батарейки, так как в комплекте они не идут. Теперь вставляем флешку в USB-разъем скайлера. Подключаем в разъем питания. 12 вольт, 4 ампер. Подключаем вилку от блока питания. У нас начинается прошиваться сам скайлер. Здесь очень плохо видно, конечно же. Свет очень яркий. Сейчас выключу лампу. В принципе тут особо смотреть-то нечего. Как только прошьется наш скайлер, загорается синий экран. Изначально у нас все будет на китайском языке. Берем пульт. Нам нужно зайти в меню. Нажимаем кнопку меню. Правую сторону стрелочку нажимаем до пятого значка. Это 4 квадратика. Нажимаем один раз вниз. Первый пункт меню. Нажимаем вправо. И видим посередине надпись English. Нажимаем вправо. И кнопку посередине Enter. Теперь у нас все меню на английском языке. Все у нас работает. Теперь нужно собрать полностью. У крышки монитора я выпилю вот этот кусок пластика для того, чтобы разместить металлическую заглушку от скайлера. Вот что у меня получилось, когда я выпилил эту заглушку. Тут я сделал две чушки из ДСП и приклеил их горячим клеем из петалета, чтобы они крепко держались. А также сверху наклеил обычный двусторонний белый скотч. Это нужно для того, чтобы матрица не провалилась вовнутрь. Здесь я примерно подогнал плату скайлера и просверлил отверстие под винты. Размеры этих винтов длина 3 см, а диаметр 3 мм. Также на эти винты накрутил вторые гайки для регулировки высоты платы. После надел плату, накинул шайбы и закрутил гайками. На этом рисунке монтируем скайлер, инвертор и потом его я приклею к колонке. Так я прикрутил заглушки двумя винтами. С обратной стороны первый винт и второй винт. Сейчас я пинцетом отклею сенсорную панель кнопок. Вот так вот она выглядит. Здесь у нас будет светодиод. В углу я решил разместить ИК приемник. Надо просверлить отверстие, потом я сделаю распил под него, чтобы вставить туда ИК приемник. Сейчас мы примерим ИК приемник. Вот так он будет выглядеть. В принципе неплохо. Решил выпаять ИК приемник и светодиод из маленькой платы. Наращу провода к ним, для того, чтобы можно было приклеить к панели монитора. На этом листочке у меня будут цвета проводов, которые будут припаяны к ИК приемнику и светодиоду. Продолжение следует... Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Вот так вот я подключил инвертор, сюда подключил, сюда подключил колонки, сюда я подключил шлейф ИК приемника, вот он идет к маленькой плате, здесь я как раз удлинил провода. Этот провод вот идет светодиодный, здесь вот окошечко для светодиодной лампочки и ИК приемник лампочкой. Дальше вот идет провод от ИК к этой плате, так как это маленькая плата не влезла бы у нас в панель. Все таки я снял маленькую плату с инвертора и поставил ее сюда. У меня начались жуткие глюки и тормоза в меню по ИК приемнику, так что не делайте так, это будет ошибкой. Теперь двусторонним скотчем будем клеить колонки. Продолжение следует... êm Bueno Собираю дальше, без комментариев. Проводил его после, будками только будки то, crypto но только pagi с инвертоком. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Цвета не искажаются... Нам нужно выбрать нужный номер... Всего здесь номеров около 17 штук... Поэтому нужно выбрать примерно, чтобы желтая рамочка была... И шрифт очень четко показывал... Пример искажения цвета по мапперу... Продолжение следует... Еще раз все-таки я покажу, как изменить китайский язык... Так как при подключении и прошивке было плохо видно... Заходим в меню... Выбираем пятый значок... Четыре квадратика... Первый пункт... Нажимаем вправо... Нажимаем вправо... Нажимаем Enter... Все... Теперь у нас все на английском... Сейчас продемонстрирую вам медиа-центр... Через USB флешку... Заходим в медиа-центр... Покажу вам фотографии... Вот так вот выглядят фотографии... Звук будет записан через петличку... Но качество звука желает лучшего... Субтитры создавал DimaTorzok Сейчас перейдем к видео... И покажу вам небольшой отрывок... Что же послужило причиной... Массовому появлению москитов в этом году? Такой вопрос мы задали эксперту... Написавшему об этом несколько книг... Мистеру Капанчу... Благодарю за приглашение... Позвольте сразу перейти к делу... Появился совершенно новый вид комаров... Мне самому ничего не известно... Уйдите... Извините... Давайте посмотрим... Там и город Z... Нашествия комаров еще не хватало... Мы прерываем выпуск из засрочных новостей... Есть несколько настроек... Которые меняют размер картинки... Сейчас покажу как это выглядит... Есть аспекты... Допустим 4х3... 16х9... Увеличение в один раз... И увеличение в два раза... Также настроил я цветность... Яркость... И контрастность... Для приставки Dendy... Есть несколько режимов... Динамический стандартный... Mid... И собственно ручные... Настройки... Здесь я выставил сглаживание на десятку... Это мне позволило... Улучшить картинку... Как на старых телевизорах... То есть... Она стала намного сглаживания... И комфортнее играть... Последний штрих теста... Это пару игр на Dendy... Вольный штрих... Удал... Вольный штрих Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Хочу отметить несколько плюсов. У нас получился 19-дюймовый телевизор всего за 2000 рублей, это очень дешево. Можно играть в ретро-игровые приставки, также он компактный и переносной. Какие же минусы? Это сборка своими руками. Спасибо за просмотр, я очень старался. Дальше я планирую делать сравнение игровых приставок Dendy, Sony, PlayStation, Sega и других приставок. Так, пожалуй, всё. Можете ставить палец вверх, писать разные вопросы по данному видео. И всем пока!